ну что друзья распаковочка то что сегодня привезли здесь азбука вкуса и вкус вилл одновременно пришли привет привет всем друзья давайте смотреть что у нас здесь ну начнем это вкусная очень штука маршмелло а внутри начинка клубничная кетчуп jardin bio ну крышечка что-то друзья так малыш вынул хлеб макарошки так еще один хлеб вот печеньки ребенок захотел сказал буду есть и вот этого вкуснятина сахар хлопья гречневые такой кусковой сахар и это масло масло нерафинированное подсолнечное ням 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 очень вкусно ну и полезно вот такие бисквитики крутые вкусные с белым бисквитом и с шоколадным одинаково вкусные творожки здесь вот такие питьевые 4 персиковых и 4 должно быть вот этих малиновых сейчас их из пакета достанем вот такие по две штуки каждого такие две обычные 2 и вот 4 таких и 4 таких сейчас тоже достанем вот здесь уже глеб доложил потом вот такой пармезан тертый уже хочу его сделать пиццу здесь овощи морковь и дайкон лук резанец очень хороший яблоки фермерские груши конференц обычный лук стручковый и грибочки это я для пиццы решила взять значит криандр ну кинза и петрушка так это я докладываю вот по 4 каждого и значит молока до 2 упаковки так а ее это мясо ты кладешь ножки галяшки две упаковки да так фрикадельки еще есть галяшку давай другом пакете здесь кабачок помидорчики вкусные тоже складываю имбирь взяла полезно простуды второй кабачок еще один а здесь две упаковки яиц и еще галяшки куриные бананы а здесь еще пшеные хлопья соль и взяла и еще одно масло кукурузная потому что у меня вот уже она уже закончилась так но и здесь мороженое чистая линия такое вот такое симпатичное единорожка вот такие вот вкусовые сосочки мороженое вкусное с манго еще одна чистая линия ням-ням-ням-ням это все на завтра будем есть ой еще что-то а это что блин это лед это же лед чтобы не как он называется сухой лед чтобы не разморозилась молодцы молодцы азбука вкуса молодцы это я с лед кинула лед вот этот вот сухой прикиньте офигеть глеб не дышит блин блин сухой лед блин уйдите а наверно это вредно что происходит что происходит туда пены добавить делаем пену это что происходит реально что-то может это ядовитое ты посмотри в интернете что это такое давай это облака представляете да океанами были это пока стакан налетела и на стакан вольку положу ты хочешь чтобы оно офигеть только тут вот оно пары на ядовитое тихо он с водой вон чего из воды посмотри чего происходит только не дотронуться до него ожог будет сухой лед да офигеть в дым можно же затронешься будет ожог будем лечить глубоко несу руки это облака выкианами да я честно вершу вот как мы поняли выкианами ватар так и не убрала вот из-за этого сухого льда это конечно жесть так и здесь у нас картофель картофанчик да конечно чудо я его полюбила у меня чуть глаза болят колбаса пиццу хочу сделать давай там еще колбаса это твои пюрешки он любит до сих пор мясные не отказываю ребенку есть да еще яблочки и еще колбаска вот такая для пиццы ну все друзья вот такая была закупка столько пакетов вот до сих пор у нас дым наверное все таки его сейчас еще задымлю от воды такая фигня получается в шоке блин это конечно жесть фокусы можно показывать сухой лед да но он оставляет ожоги я помню еще с детства когда в холодильном каком там у мамы была подруга в магазине и вот это холодильный лед сухой я захотела его поиграть с ним и его руки все сожгла вот поиграла и тут вот тоже смотрят воды на сейчас вытяжку включим чтобы хорошенько поработала да а ты снимать куда вот малыш говорит сниму тихо а то все заново это все это сухой йод с водой все сделано дым это облака это прям почти как облака это прям это составе облаков ты хотела на облачке в детстве диана покататься в элкам а вот кашка для дочери готова там семена льна и гидровые орешки я себе уже сделала кофе так здесь кашка у сын и лежит уже и все как обычно утром пылесос пылесосит дианка прячется глеб моет вот эти штуки круто тебе помыть будешь здороваться пойду я пить кофе и лежать на шипах сегодня полежу на шипчиков вот такая красота всем советую друзья тоже с этим занимаетесь ты тем это сам занимаешься одним и тем же на шипах все дежу и дежу да и с кофе нужно отъехать без кофе ахахахаха ахахаха ахахаха ну точно ладно иди кушай кашу прикольные советы друзья все таки я решила покушать покушать хочу сделать себе картофельные картофельные лепешечки что-нибудь такое хочется для этого я беру картошечку очищаю и у меня есть вот такая штуковина это измельчитель который вот ручной сейчас я им попробую измельчить картошку ну сюда влезает только одна картошечка ну как раз на одну картошечку на одну морковочку очень идеально нормально сейчас буду это делать но пока малыш тут хочет показать что вот я мне выпали выпали да из азбуки вкуса за заказ дают вот такие вот штуковины такие выпали две новые да выпали нет одна новая а эти все не новые но мы ждем того светящегося в темноте да и вообще будет потанок да вообще кайф так измельчаю ну что вообще мне кажется очень даже неплохо 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 так пока я разогреваю масло на сковороде здесь я сейчас ножички вытащу и посолю по быстренькому посолю и прям отсюда вот сюда все без всякого добавления яйца там и того сего только соль и картофель буду жарить посмотрим что получится ну что посмотрим схватится зажарится ага прикольно мне уже нравится процесс чуть-чуть убавила температуру пусть ну подхватится конечно я хочу зажарится но не горевшую а здесь прям быстренько все моется специально вот это увидела купила ну там на суп морковку сделать так быстренько или там картофель вот тот же самый это очень удобно видела сначала в корее в японии вот такие штуковины сейчас появились в россии ну как было не купить вот это можно в посудомойке мыть эту нельзя и мочить ее так по минимуму аккуратненько мыть ну написано в инструкции не-не-не друзья не получилось развалилась ладно дожарю так будет у меня такая картофанистая картошка на завтрак ну в таком случае я добавлю туда уже яичко я так думаю и вот я посыплю еще пармезаном вот так вот я выложила этого картофельная яичную смесь так сказать сверху пармезан посыпала вот такой тертый уже и буду наливать кетчуп да с крышкой у меня беда не знаю кто это сделал то ли доставщик то ли дочь дочь ну не знаю короче ладно будем так есть пользоваться этой крышкой не получится не знаю что делать чем-нибудь завинтить ладно пока так налью а потом это потом надо что-то подумать подумать ну что это такое просто через ту течет ну блин только кубишь кетчуп вкусный что-нибудь случится пока накрою крышечкой от джема ну не знаю так и буду пользоваться что ли вот такой у меня завтрак хлебушек вот у меня такой ой безглютеновый доктор шаршер как он там называется тост и не буду делать с ним так кушать я буду вот таким образом друзья почему развалилась картошка почему она не зажарилась и не схватилась а вот не знаю напишите дайте совет потому что что-то я была уверена что она схватится а почему не схватилась ну в масле вроде как должна была быть корочка и схватиться ну все равно вкусно да было очень вкусно ну если я помню что я делала уже этим ну когда без просто тертый на чугунную сковороду и нормально все время не прижаривалась может из-за сковороды не знаю я забыла огурчик еще поесть на завтрак не знаю а а а а а а а тут уже сейчас просто будет 1157 точно хочешь да давай так без кубик я сделала вчера да дай мне а лучше морозного йогурт помните маму накупить вчера морозного и дай мне нет нет одно из этих морозных морозные да после обеда так переста чернослив у тебя будет для пищеварения мама лама для пищеварения и бисквитика дам хорошо ага ой ой у зайки ушки опущены ушки о о обниму обниму моя любовь лоз моя зайчатина зайчатина моя ой больно ударился давай ушки поднимай покажи как у тебя они подняты ой подняты ушки ой как зайка прыгает ой 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 все давай кушать и вот все покушали завтрак нормально вот диана диана ха-ха-ха-ха ты че прячешь опять блин такое видео будет нет не надо мне такое видео ха-ха-ха-ха ху-ху-ху ой 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 сошла у тебя проблемы сама говнюк сама говнюк все усилия зря сама говнюк а теперь ты показываешь с усилий зря ладно все не снимаю клев да вредина ты чё вредничаешь там грузилась грузилась взял скинул кстати она мне тут сделала эту свой шедевр говорит обработку она мне сделала как будто я на концерте queen вот она мне за минуту сделала что я на концерте queen но правда не минута там было полчаса сидела но не минута минут десять короче я выложу как я на концерте queen отжигаю короче вот она мне сделала welcome смотрите я там отжигаю она из моих видео вырезала меня где она нашла меня еще в таком состоянии танцующим я сейчас я сделаю имбирчик себе заварю его кипяточком захотелось мне имбиря минералку что-то не хочется еще по пичу попить имбирь попить и буду я уже делать пиццу где два это она только что пела давайте в своем вместе начинай давай я начну бэйби как там дальше было я забыла слова литл лов ну давай вружка вружка у меня есть твои караоке я выложу ой столько караоке у нас накопилось надо надо это ему отмонтировать столько у нас караоке мы пели тут датьяна снимали и пели она на английском пела hard пела песню снимала тайна короче много всего снимала так ладно делаю имбирь пиццу и пора ням-нямкать я буквально немножечко вот этих вот имбиря он такой ой простите друзья это будет слышно он такой вонючий имбирь вонючий но немножечко надо прям кипяточечком сейчас раз добавлю сахара наверно а может не добавлю посмотрим и будет у меня такой напиток полезно полезно хочу замариновать еще импири потому что маринованный весь в ламатом натрия а я вот не люблю его потреблять поэтому сделаю свой маринованный имбирчик так начну я делать пиццу я уже тут вот достала все что мне надо и я буду делать с яйцом тесто для пиццы для пиццы тесто с яйцом ну что я положила 4 яйца сейчас насыплю муки на глаз все делаю молока тоже добавлю сахар соль по вкусу и разрыхлитель ну чё тут буду делать достаточно жидкое тесто и достаточно жидком тесте будет у меня пицца друзья так друзья все залила но чуть разрыхлитель то закончился нифига себе как я не заметила даже мой безглютеновый разрыхлитель тогда еще добавлю соды и уксуса немножко ну для пышности так сказать буду делать совсем чуточку совсем чуть-чуть прям у меня эксперименты в этом видео то сухой лед то вот это похоже не буду не друзья мои тесто вот такое оно достаточно жиденькая смотрите теперь что надо сделать вот сюда его вылить разровнять ровненько и отправить чуть-чуть на духовку чтобы она немножечко схватилась прям вот аккуратненько разравниваю но есть и другой вариант можно вниз начинку всю класть а потом заливать уже вот этим тестом и так пропекать то есть тоже есть такой вариант но мне захотелось сделать вот так прям ровненько буквально на чуть-чуть там как схватится я сразу его вытащу духовка у меня уже разогрета ну все вот так вот в таком виде можно отправлять в духовочку пусть хватится немножечко подпечется чтобы можно было наносить уже и томаты и все остальное сюда будет офигенская пицца вот а дочь мне говорит ну чуть не снимаешь зубы просто нечищенные кто видит твоими это у нее просто вот это гео экзамены она поэтому нервничает то есть у нас будут теперь видео в таком формате так ладно пока там вот это вот подпекается я буду начиночку начиночку делать так друзья начала начинку делать дела вот оливки у меня лежат но они что-то по 1 7 23 консервы все таки тут какой-то болтался он был осадок внизу не хочу ведь использовать будет у нас без оливок ну для пиццы я буду использовать грибочки а помидоры вот не знаю вот эти вот очень вкусные не будут набрать возьму вот эти вот черри возьму еще так друзья не ставишься а вот этих вот возьму просто пол пиццы будет у меня без этого сын не любит это чисто для нас начинка так ну и начинку я не успела еще сделать поэтому я вынимаю здесь уже готова она уже все пора вот пора наносить поэтому надо вытащить вот она схватилась тесто просто она еще не готова до конца но она вот уже схватилась прям хорошенькая можно уже класть начинку и намазывать вот томатом сначала я намажу томатом половина пиццы и размазывать буду кисточкой прям вот размазываю размазываю наполовинку достаточно а сыну я помажу маслом обычным растительным часть пиццы и колбасу он любит вареную поэтому ему с вареной колбаской ну кто как кто как я люблю вот с томатом еще лук сейчас положу обычный свежий я люблю пиццу с луком так никто не ест насколько я знаю а я вот люблю вот так да малыш томатом я помазала теперь давайте сейчас я полосну грибочки тоже разложу так я положила грибочки помидорчики теперь я хочу себе положить лука тебе тоже положу лука да да так лук колбаску с салями и колбаска вот такая ребенок будет только с такой лапузечка тебе сыр положить на пиццу чуть-чуть вот этим присыплю пармезаном нет тогда только колбаску да ладно так ты хочешь колбаску в конце чтобы она не была печеная хорошо как скажешь так вот я положила теперь буду вот эту колбаску нарезать и посыпать сыром а здесь маслицем чуть-чуть смажу духовка это прикрыватель а если ее включались то как-то она будет холодной это можно прокуратиться а потом она теплая можно это прикрывать можно покреться а можно еще и свариться это тоже как вариант колбаски я положила теперь буду все это посыпать сыром сыром так вот у меня пармезан натертый красотень вот не знаю кто любит много кто любит мало я много честно говоря не люблю но сейчас посыплю что все это связалось а еще если бы не пробовали пиццу с луком готовить вот с луком то это упущение большое пробуйте обязательно не знаю кто любит лук тому это будет очень вкусно я обожаю пицца и лук почему туда практически не кладут это так плохо это так возмутительно надо класть обязательно лук потому что это вкусно когда жареный он такой чуть-чуть жареный чуть-чуть запеченный чуть-чуть там какой-то такой лук в пицце но он реально вкус вкусен так теперь буду здесь маслицем мазать и отправлять допекаться все готово все я положила начинку положила здесь я маслом смазала вот видите в этом этом кисточкой мазала она тесто еще повредилось да потому что только корочка схватилась еще внутри не пропеклось но как раз сейчас вот минут на 10 все до печется будет офигенская пицца ну вот я уже для сына нарезала колбасу которую он хочет положить на вот туда вот на свою пиццу которая без всего так а у нас вот готовится готовится запах уже кстати пошел вкусный но у нас на первое будет суп суп на первое на второе пицца вот такой у нас сегодня вкусный обед и и дети мне сказали что это мечта на второе съесть пиццу неужели я так плохо готовлю все остальное но нельзя а вот нос вот так трогать можно можно но трогать да еще тогда нос 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 так давай садись сейчас ударишься вообще у меня наша рука умеет удлиняться вот так вот ну чё диан пошел запах тут уже запах лучка пошел очень круто только главное чтобы не подгорело все наверху блин жду не дождусь уже поесть охота а глеб сказал прячься прячься это интересно интересно вот друзья что хочу разобрать вот этот вот вот эту штуку потому что у меня вот тесто туда как-то попало давным-давно и вот там вот какая-то фигня мне кажется мне прям как-то им работать уже не нравится вдруг оттуда вот эта вот плесень может там может что хочу разобрать почистить это и собрать а друзья получится у меня я это электрик руки золото я все починю я помнишь как мы собирали шкафы но сейчас я ее разобрала и починила и она работает ясно подставка под компьютер у меня идеальная подставка под комп так сдается мне что вот тут вот вот эта пицца которая без начинки быстрее изготовиться а вот это вот с начинкой дольше дольше друзья мои ням-ням-ням минут десять я поставила посмотрим по состоянию до выйти в аккаунт мое медвежатина это дианкин аккаунт что ли а я не знаю как войти в нее конечно а где какой тут у тебя тут два аккаунта в какой основной это к основной это к это crazy little love да 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 вздувается кусок пиццы боже мой как волдырь а запах боже мой как вкусно офигенское офигенское все друзья мои засниму уже как мы будем все это кушать засниму что получится ням-нями-нями-нями я вообще так вкусно всегда готовлю да дети дети всю жизнь всегда да даже когда я купила патиссоны патиссоны что патиссоны я так люблю патиссоны патиссоны я запомнила да ты их с любовью съела и радостью у нас тоже такая боговольство теперь появилась патиссоны попить все сейчас будем кушать здесь здесь ням-ням-ням-ням-ням вот пицца получилась вот такая замечательная сыра да я положила немного не люблю я много сыра друзья не люблю я максимум положила что могла сюда теперь кладу колбаску для ребенка как он и хотел не зажаристую опа ням-нями-нями-нями что еще положить лапусь на пиццу твою колбаска еще что говори ну что еще подумай банан яблоко киви апельсин давай банан банан я не буду ну ладно давай пока так положу там видно будет да может лука кабачка а варенье клубничку клубничку не купили клубничку на эти колбаски клубничку на эти колбаски купим клубнику а давай прям сейчас пойдем в магазин и купим так давай сначала есть ну что друзья вот у нас такой обед вот мой суп с картофельными клетками фрикадельки ну и ты на тыкве тыква это тыквенный здесь у меня пицца кусочек салат еще сделала помидорчик и лук а вот малыш ест уже пиццу с колбасой да свою и супчик с картофельками и вот дочь ест да сравните какой кусок у меня пиццы и какой у нее и у тебя да ну я что-то не это не знаю мне больше салата хочется так можно второе съесть просто салата салата да салата ну да помидоры огурцы салат а ты что это же самое вкусное приятного нам аппетита а мы сейчас будем есть вот это после еды я уже поела а вы смотрите как я ем какую кто возит я красную я хотела красную сказать ага вообще-то я красную ням 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 такие маленькие такие маленькие почему они по 15 грамм 5 по 15 грамм я говорила же они маленькие вкусные можно так летом взять и пошли гулять и купили такие пожрать да это дыня баблгам лайм вишня и так тропический я буду тропический так я хотела ты же хотела желтый я не хотела желтый ммм ну давай желтый ммм ммм состав нормальный ммм как бы нету прям совсем вредного ммм мне нравится чистая линия мороженая очень даже и такие тут эти анимационные сосочки вкусовые интересные интересные кто придумал вообще такую такую эту рекламу кстати не гни кислое ничего очень даже вкусно на десерт самое оно и по калориям кстати дайте посмотрим ммм малышу не понравились эти сосочки вкусовые поэтому давай пробовать единорога единорожек какой ааа тропслойное не знаю тоже наверное химическое такое хотя в составе вроде нет таких химикатов но ну с баблгам я скажу ну этого нет ни фрукта ни овоща в природе хотя и дыня тоже такая видно что не очень я вообще никогда не пробую он вкусный ну этот единорог я думаю вкусный ну красавец ну красавец друзья запах сливочный я скажу сейчас состав скажу состав здесь вроде нормальный голубой это водоросли спирулины желтые это каратины сока моркови розовые это из концентрата сока свеклы в принципе вот написано 100% натуральный состав а вот состав молоко коровье 60% 55 ну 60,55 молоко сгущенное 12 сливки 8 масло сливочное 8 тоже сахар 6,8 ну короче вон 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 очень хороший хороший офигенский состав вот это мне нравится больше друзья вот тут есть еще один состав так который не написан на основном составе да 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 вот ну в принципе нормальный состав 200 калорий на 100 грамм тоже немного и в этом у нас сколько грамм так сколько масса нет то 65 грамм 200 калорий на 100 грамм тоже можно есть ну дать попробуем попробуем дать мне тоже попробовать это сливочное просто мороженое вкусно только советую внутри мне добавить сахар в тесто в эту пиццу добавить сахар да ладно 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 кушай кушай давай кушай бригадельки не доел и бульон не допил а ай-яй-яй вредный человек вредный или нет ты чё делаешь ай ну вкусная пицца то ладно кушай приятного аппетита моя лапушка лапушка попить налить точно попить не хочешь думай не будешь я полдник это дочь будет на полдник захотела пиццу с бананом вот у меня сыночка будет творожок пюрочка череносливый яблочко вот нями-нями пожалуйста приятного аппетита моя зайчика что такое заяц купить переставь так но я полдничать естественно не буду у меня прям не горит и есть я не хочу но могу конечно захотеть тогда съем что-нибудь легенькое потому что все-таки надо похудеть до 4 как свин как свин настоящий я пока пью чаю и не буду ничего есть хотя бананы так пахнут вкусно а ты съешь банан тебе ты чё там не толстеешь нормально не передаешь тебе нужен углевод ешь углевод так а я не знаю тут вот 120 калорий 100 граммах так если что я найду что съесть у меня есть и вот блинский блин же же вы падаете у меня есть а вот такие хлебцы мне диетолог советовала на перекус но я пока не хочу пока хочу чай что-то мне это как-то неохота чего ты там бегаешь а берите ну 2285 молодец биометрия тела пошла тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук ладно все пойдем иди ешь лапусь ну а я друзья да взвешусь пожалуйста недавно весила 7 70 не было но 70 сейчас 72 800 охереть просто все надо мне не лезет уже штаны костюмы мои дорогие блин нихера не лезет все а я это любитель пожрать по ночам если честно калорийности всяких поэтому все 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 нафиг не успешиваться давай давай мы сегодня всей семьей свежимся на камеру полотенце весит много о ну все биометрию не делаем ой да здравствует похудение но я сегодня есть не хочу если честно если мне нападет наверно жора какой-нибудь да чушь буду чего-нибудь есть клетчатку об сериум хорошо разводить а мне вот будут не разрешать есть а то блин да когда 80 недалеко если после 73 уже тогда 80 это жирею нет все надо похудеть ребятушки это грустно грустно если так жиреть заводимся чаю детокс блин чайку сделаем вот друзья чайку зеленого поливай до конца ну хватит куда и пойду я смотреть фильм я нашла зловещих мертвичину зловещую я удашла а тебе сказала вбить просто где я нашла ха 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 нет яблок не хватит этот кешь знаешь почему потому что это клетчатка для твоего пищеварения ну ладно когда ешь три яблока моя пушка да это этот фильм ура только с компас телевизора чего-то он не пошел ну ладно я его и так посмотрю друзья так друзья сейчас буду делать ужин ужин что у нас будет на ужин так мне надо что-то диетическое так как так сделаю детям и колбасу надоедать сделаю им с колбаской колбаса хорошая битва томата на аре без усилителей даже без фиксатора окраски и всяких крающих средств поэтому такого цвета вот короче эту колбасу с рисом наверно сделаю дети любят а я рис не буду на ночь я все буду это диетически питаться а ну и дети тоже наверно захотят может быть кабачок да сделаю сливка почему я дайкон кстати с медом его хорошо и вообще можно порезать и вот у меня есть вот такой цукини я буду цукини кстати морковь тоже почему бы не сожрать это хорошая идея хотя углеводы но неплохо ну и все не хочу там спаржа то все будут цукини с морковкой но не жареные и вообще хорошо бы яйца отварить на тоже полезно и да я сделаю на утром вот покушать вареники наверно сырники не буду а вареники сделаю отварные потому что сырники не знаю и можно и то и то делать из этого теста которое я готовлю сейчас я его замешу и там решил как две пачечки я положила сюда час яйцо творог такой сухой поэтому из него сырники вообще хорошо получается идеально так ну я все-таки хочу отварные сделать такие ленивые вареники в этом творение цемах есть значит здесь два яйца и две пачки творога по 180 они по моему грамм сюда можно положить сахар соль разрыхлителя у меня нет не воду класть сахар соль значит и ну и муки немножечко и муки совсем чуть-чуть я положила там две ложечки без горки или одна с горкой получается все сахара тоже вообще минимум размешиваю хорошенько получается достаточно плотная такая масса даже без муки и потому что этот ворог такой сам по себе плотный он не жидкий все можно формировать в кипящую воду отваривать и будет вообще хорошо ну да наверно сделаю сейчас просто на ночь творог не очень хорошо есть ну оно не полезно ну и одновременно я буду делать ужин друзья мои здесь сырники значит ну вареники буду отваривать здесь буду готовить уже нам ужин так для себя я нарезаю морковь на может кто-то тоже будет я просто ее буду отваривать и вместе с кабачком отваривать так положила и колбаску обжаривать сейчас добавлю воды рис и будет аминь это будет такая колбаса с рисом у детей быстрым прям вариант ужина и доедать или надо себе я взяла один кусочек колбасы все здесь варится вот два яичка это я себе вот это тоже овощи мои но тоже дети захотят и едят там немного а здесь у них такой рис с колбаской жареный и сюда я сейчас буду вот такие вот делать вот эти штуки ну вареники ленивые ну все благополучно варится здесь тоже вот они уже всплыли ничего не развалилась все нормально как раз будет завтра что съесть что съесть и здесь вот рисик сейчас нужно заварится набухнет крышечкой накрою и такой с колбаской быстро игра сегодня у нас день вредные еды вредный если колбаса хорошая то это не вредно по моему я покупаю только натуральную колбасу хорошую я уже забыла как вот я сразу чувствую глутаматы или нитриты всякие в колбасе то есть если даже я где-то съем колбасу какую-то не натуральную сразу ощущается я ее не ем а вот я покупаю хорошую натуральную без всяких вот она даже и по цвету такая бледная да но зато без всяких фиксаторов окраски и нитратов и то хорошо так убавляю температуру добавила я себе еще несколько грибочков сюда вот к этой вкуснятии мне все ждем так друзья буду вынимать я вот это на завтра но если кто-нибудь захочет дам сегодня конечно но я точно не буду творог на нас считаю что не очень полезно ну для взрослых для похудения по крайней мере все они готовы я убрала их уже вот дочь захотела на ужин съесть пусть ест оставлю ей полью сейчас чем-нибудь кленом сиропом может быть или чем посмотрим так друзья вот такой у меня ужин овощной там один кусок колбасы конечно боюсь и я не наемся ну в смысле потом через часик захочу овощи быстро проходят у грибочки одна вот колбасочка так вот у детей вот горячая раз постынет и что хочу сказать если бы мясо было побольше или рыбы на ночь я бы конечно не захотела есть потом но я сейчас пораньше собираюсь лечь и завтра будет тоже много дел сегодня тоже не успела просто и колбасу надо доедать она я вообще не люблю хранить открыла колбасу съедай или замораживай вот она пока лежит потом все равно полюбаться используется я считаю вот а я сегодня уже с вами буду прощаться друзья а потому что завтра с утра надо пораньше встать и очень много много дел